При поддержке акционерного общества Нижникамск-Нефтехим сегодня эти ребята почувствуют себя настоящими воинами. В руках маркеры, на теле полная экипировка. И будущие защитники Отечества уже в боевой готовности. Дело только за малым. Инструктаж по технике безопасности и первые составы уже на поле боя. Всем здравствуйте, меня Александр зовут. Играет мой спортивный технический трюк, который называется спинбол. Оружие, которое стреляют, называется маркер. Пол автоматическое, то есть не раз в кружок нажал, а один шаг вылетел. Только так стреляют. Все говорят, больно на самом деле. Мне такое чувство, как будто больно. Просто я чувствую, что попадает в кружок все. За безопасной игрой следят опытные стрелки. Место боя полностью огорожено сеткой, чтобы случайным образом краска не попала в зрителей. В целях безопасности на игровую площадку пускают только в защитные маски и только при полной боеготовности. Соревнования по пейнтболу решили провести для воспитанников Нижнекамского кадетского корпуса. Сама игра проходила на оборудованной площадке, где имеются искусственные укрытия. Цели и задачи для каждой команды идентичные. Поразить соперника или же захватить точку, обозначенную на карте. При поддержке группы Кабани Таиф и Нижнекамский стихим на территории учебно-триурочной базы Алмаш проводятся сегодня соревнования. Эти соревнования приурочены к 75-летию со дня победы. Все участники остались довольны. Каждый получил свою дозу адреналина, а победители ушли домой с наградами. Игра понравилась, было очень хорошо. Правда мы проиграли, но все равно было весело. В меня попали два раза. В автомат, конечно. Очень веселая игра. А почему проиграли-то? Не знаю я, почему проиграли. Просто их было больше. Евгения Смоленкова, Кирилл Темников, Роман Мальцев, НМедиа.